Кривихин Вячеслав Тимофеевич – врач высшей категории. Трудится в районной больнице с 1974 года. С 90-го он заведующий хирургическим отделением. Добрый день, Ольга Степановна! Этот год для вас очень прекрасный. Тем, что вас обследовали, что у вас никаких плохих моментов, связанных с первой операцией, тяжелой, сложной, нету. Я очень вам благодарю. Спасибо. Но вам предстоит вторая операция, чтобы создать условия для вас нормальной жизни. В хирургическом отделении под руководством Кривихина проводятся операции как плановые, так и экстренные. Большим достижением своей работы руководители отделения считают создание областного центра «Диабетическая стопа». В настоящее время в Московской области примерно проживает 240 тысяч больных с сахарным диабетом. Это только надводная часть айсберга. Есть еще примерно 50-60% пациентов, которые либо не обратились за помощью, либо у них нет еще клинических проявлений этой болезни. И вот у этой части больных развивается так называемый синдром диабетической стопы. Если вовремя не остановить процесс развития этого заболевания, то оно вызывает не только серьезные осложнения, но и летальные исходы. Меня зовут Светлана Казмина. Я из Домодедова. У меня сахарный диабет и очень сильно болела нога. Врачи шикарнейшие. Руки просто золотые. Ни с кем поклон до земли, можно сказать, с того света вытянули. Сергей Иванович Гребенюк – житель города Москва. У него тоже проблема сахарного диабета. В поликлинике московской обращался, где со мной обошлись не очень хорошо. Дочка полазила по интернету. И самая лучшая больница по московской области оказалась вот здесь. Я оказался, где мне оказали помощь. Сделали хирургическую операцию. В течение уже длительного времени, параллельно с другими хирургическими заболеваниями, в отделении лечат больных с диабетической стопой. Очень приятно, что среди нашего коллектива есть молодежь, которую мы учим, которые передаем свои знания, опыт. За долгие годы работы в хирургии Вячеслав Тимофеевич имеет множество профессиональных наград. В этом году у заслуженного врача России, нашего земляка, юбилей. У меня уже много планов, много направлений, которые, я думаю, в ближайшее время мы будем внедрять в нашем лечебном учреждении. Людмила Медведева, Алексей Ильин, Анастасия Нурхонова, Видное ТВ.